Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ника Виардо, нетипичный нейропсихолог. Здравствуй, Ника! Да, Мария, спасибо большое, что пригласила. А поговорим мы сегодня об эмоциях, вообще как правильно настроить эмоциональный фонд, как отсечь все отрицательное и вывести наружу положительные эмоции и возможно ли это сделать. В общем, тема на самом деле очень интересная и очень обширная. Смотри, несколько лет назад в бизнес-психологии, в бизнес-тренингах появилась такая очень большая, очень глубокая тема, ее назвали эмоциональный интеллект. Некоторые психологи спорят вообще, что такого не существует, некоторые психологи говорят, что как раз-таки навык управления эмоциями – это очень важная черта современного лидера. Потому что что такое лидер? Лидер – это человек, который способен управлять энергией других людей. Но как он это делает? Вот, ты знаешь, раньше, ну, предположим, там, лет сто назад люди это делали с помощью дула пистолета и доброго слова иногда. Но не всегда. Да, да. Ну, либо с помощью плетки. Время меняется, время меняется очень сильно. И сегодня основа эмоциональная, которая живет как, скажем так, фундамент и в компании, и в семье, и в любой группе людей, она очень важна для людей. Ну, просто получается, коммуникация выходит на передний план. Да, да. Сегодня без них никуда не поможет пистолет, ни доброе слово, ни плетка, ни разные другие способы, если ты не владеешь эмоциями раз и не владеешь словом два. Да, это абсолютно верно. И мы с тобой перед началом эфира обсуждали, что нас ждет в будущем, как будущее наше будет выстраиваться. И я очень много общаюсь с людьми, и один из спикеров нашего канала дал такую информацию. Товарищи, люди – это будущее нефти. То есть навык коммуникации, навык управления собой, становиться лидерами внутри себя, так называемый микроменеджмент – это навык будущего. Давай вернемся к эмоциям. Я как нейропсихолог и как человек, который понимает, как работает психика и как параллельно с этим работает мозг, могу сказать, что эмоции есть не что иное, как язык, через который с нами разговаривает наш мозг. А именно второй блок мозга, который мы называем лимбическая система. Итак, эмоции – это язык описания мира. И если я что-то чувствую, какой-то чувствую дискомфорт, вот прозвучала у тебя очень хорошая фраза, как ее подавлять. Нельзя ничего подавлять. Потому что если я подавляю негативные эмоции, то я вместе с этим затаптываю полянку с цветами и с позитивными эмоциями. А знаешь, есть такие лидеры, вот ты на них так смотришь и понимаешь, прямо человек, их лица называют покерфейс. Да, человек настолько собранный, настолько зажатый, ну прям лидер-лидер. Так вот этот человек не способен проживать ни негативные эмоции, ни позитивные эмоции. Ну то есть, когда ты смотришь на него, ты не видишь ничего, ты не можешь понять, что происходит у него внутри. Но иногда, если мы говорим про коммуникацию, очень важно понимать, какой эмоциональный фон у твоего собеседника. Абсолютно. И как он реагирует на те или иные слова, на те или иные действия, фразы. Потому что именно от этого можно уже дальше выстроить стратегию. А если у тебя стена такая перед тобой, то ты начинаешь об это биться. Да, и ты не сам... И делаешь ошибки. А знаешь, почему это происходит? Потому что мозг постоянно картину мира, которую мы видим, пытается структурировать в очень понятные для нас слова, понятные картины. То есть такая картинка в картинке. То есть, по сути дела, считывая человека, я строю в своей голове представление о нем. А когда я не могу этого сделать, я начинаю теряться. Знаешь, есть очень хорошая метафора. Она выглядит следующим образом. Корабль тонет не тогда, когда он в воде, а тогда, когда вода внутри него. Так вот, негативных много эмоций и непонимания того, что происходит во внешнем мире, это и есть вода внутри корабля. Мы начинаем скатываться в картины мира, которые базируются на наших травмах, на наших каких-то прошлых переживаниях. То есть человек, когда, например, говорит нет, он говорит нет, но потому что ему неудобно в этот момент. Он, допустим... Ну, самый простой пример. Девушка приходит и говорит, слушай, возьми, пожалуйста, мою кошку. Я уезжаю сейчас вот на лето в Крым на два месяца. Да. Что происходит часто с людьми? В смысле нет? Ну, потому что у меня аллергия. Нет. Я говорю на себе. И здесь ты очень хорошо ответила, очень правильно ответила. Прям честно. У меня аллергия. Слушай, я взяла бы твою кошку. Но не могу. Да, но не могу. А очень часто люди, ну, как-то неудобно. Ну, мы же вот подруги. Я не хочу взять кошку, но я возьму ее. И вот это вот состояние... Потом буду с ней мучиться, переживать дополнительные негативные эмоции, проецировать это все на свою любимую подругу. Все правильно. Не будет казаться такой любимой, потому что она доставила мне определенный дискомфорт. Все правильно. Кошку и уехав в Крым, между прочим. Да. Минуточку. То есть я тут в Москве, а она в Крыму. И обычно в таких ситуациях я задаю вопрос, а кто виноват в этом? Ну, я. Потому что, первое, я не обозначила, не обозначила свои эмоции. Я не сказала, что мне это неудобно. И, второе, я мучилась два месяца для того, чтобы поругаться в своей голове со своей же лучшей подругой. А когда она приедет, ей уже все высказать. Вот это все, что я прожила. И понимаешь, очень часто люди интерпретируют события, которые происходят вокруг них, не так, как они на самом деле происходят, а так, как живет, собственно, их внутренний мир. И когда мы говорим, как управлять эмоциями, первое, что нужно сделать, и первое, что нужно научиться делать, понять, что я сейчас чувствую. Первое, понимание, назвать. Потому что неназванного не существует. И неназванное, как правило, управляет нами. Если я чувствую гнев, нужно честно сказать, я сейчас чувствую гнев и агрессию. И задать себе вопрос, а почему? Ну, почему со мной это происходит? Солнце на улице, жара 30 градусов. Может, я воды не попил, может, я не покушал. Может быть, слишком много кофе выпил. Потому что и физиология, и психика тела, и мозг, все очень сильно связано. То есть не нужно бояться эмоций. Вообще нет. Как отрицательных, так и положительных. Просто нужно научиться с ними дружить. Да. И вот первый шаг, который я сказала, научиться, знаете, прям составить карту эмоциональных состояний. Что я чувствую и когда. Как это сделать? И можно, вот самое простое упражнение, можно прям использовать заметки телефона. Поставить, например, будильник три раза в день и написать три вопроса. Что я сейчас чувствую? Почему? И чего я хочу на самом деле? Шикарные три вопроса, которые заставляют остановиться человека и вернуться в себя. Не как сканер анализирует, так, а что там, а что там, а что этот подумал, а что этот имел в виду, так, а куда я бегу, а что мне еще нужно сделать. А вернуться в свой внутренний мир, потому что, ну, мы выходим очень часто из дома. И когда ты возвращаешься в себя, ты, первое, ты можешь назвать эмоцию, которую ты сейчас чувствуешь. Второе, научиться управлять ими. Вот для того, чтобы управлять эмоциями других людей, нужно вначале научиться управлять собственным внутренним миром. И честно самому себе сказать, что, да, я сейчас испытываю гнев, или я сейчас испытываю счастье огромное, неразделенное, да, вот такое большое-пребольшое. Ведь очень многие боятся в том числе и положительных эмоций. То есть для них это как-то, ну, мы же воспитаны, что не надо там ничего показывать, там, вот все должно быть вот так вот, вот покерфейс, и все прекрасно. Керфейс. И это тоже, к сожалению, культура, в которой выросло поколение 70-х, 80-х, потом это же поколение передает это своим детям в 90-е, даже поколение Z сейчас не может проявлять таких эмоций. И даже не то, чтобы проявлять, они не могут ими управлять. Мальчики не плачут. Они-то как раз их хорошо сейчас проявляют, мне кажется, даже сверх проявляют, но какие-то перегибы начинаются, потому что, с одной стороны, есть бабушки, дедушки с весьма консервативными взглядами, с другой стороны, есть мама, папа, которые уже, это начало 90-х, да, это молодые родители, и у них уже немножечко все-таки другое. И в итоге, получается, дети, которые вообще не понимают, что им делать в этом хаосе. А знаешь, почему это происходит? Почему? Как раз третий, четвертый пункт, который я не договорила. Когда ты умеешь управлять своими эмоциями, следующий этап, который тебе нужно научиться сделать, читать эмоции другого человека. А так как читать нас не учили, мы говорим только словами и очень часто верим этим словам, что правда – это правда, хотя человек, знаешь, как в русском языке, шок для иностранца, когда русский говорит «да нет», в смысле «да нет», переведите мне это на русский, что это означает, да? И мы считываем эмоции, предполагая, что человек имеет в виду вот это. Потому что он нам так сказал. А на самом деле это может быть неправдой, потому что люди часто сами себе врут. И, соответственно, вот эту ложь они тоже выносят на внешний периметр. Так вот, представь себе, когда ты умеешь считывать эмоции человека, это называется невербальная коммуникация. Как человек сидит, как человек двигается, зажатым, где находятся его плечи, как расслаблено его лицо, о чем говорят его глаза. То есть как он коммуницирует с тобой. Так давай, читай меня. Давай, давай прям. Ну ты в прекрасном расположении духа, потому что мы с тобой до записи программы уже поговорили, уже сонастроились. И термин, который пришел из кибернетики, он называется «рапорт», называется «контакт», когда я с человеком вхожу в контакт. То есть я понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь. Я понимаю, если я вижу, что, грубо говоря, человек немножечко нервничает, я могу подобрать такие слова, чтобы его успокоить и сказать, ну слушай, ну эти события, они в прошло. Сейчас мы находимся здесь, и все идеально. Все движется так, как оно должно двигаться. И человек начинает расслабляться. Человек становится естественным. Помнишь, мы с тобой как раз тоже до эфира говорили о методе зеленой ручки. Что такое метод зеленой ручки? Да. Да. Смотрите, очень долгое время нас обучали на своих ошибках. И, возможно, зрители, которые сейчас нас слушают и которые сейчас на нас смотрят, удивятся. А как еще учиться? Конечно, только на ошибках. Показывают ошибку, ты ее исправляешь и идешь дальше. Да. Ну так всегда было. Да. И это все понятно. Татьяна Иванова, когда обучала своего ребенка прописям, она придумала метод зеленой ручки. Она брала зеленую ручку и подчеркивала те крючочки, которые ребенок сделал идеально, хорошо. Представьте себе, что происходит в этот момент. Мозг фокусирует реальность, берет эту информацию как основную доминанту и говорит, раз это было хорошо, я сделаю еще в два раза больше хорошо. Что происходило с нами? Нам брали красную ручку и из 19 крючочков, написанных идеально, красиво, здорово, выделяли один кривой жирным красным. И мы не видели 19 классных крючков, мы видели только один жирный красный. И в этот момент вместо позитивного эмоционального проживания мы начинаем проживать свои ошибки. А потом ты еще приносишь эту тетрадь домой после школы, и там еще накладываются родители, которые говорят, ну вот ты как всегда, ну что тебе сложно было 20-й сделать таким же идеальным, как эти были 19, и получается уже наслоение чувства вины, и там, 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 и просто какой-то колон уже образуется. У ребенка страх, и когда ребенок находится под воздействием страха, он не осознает, что с ним происходит. На уровне гормональной физиологической регуляции запускается симпатическая нервная система, и там вылезает и агрессия, там вылезает и очень много эмоций, которыми потом взрослый не может управлять. Так вот, шаг номер три – научиться считывать эмоции другого человека, и шаг номер четыре – научиться становиться этим человеком, чтобы понять, как ему помочь. Это сейчас очень культивируется, это называется эмпатия. Я становлюсь тобой для того, чтобы понять, что ты чувствуешь. То есть я действительно выхожу из себя, я смотрю на нашу коммуникацию со стороны, и осознаю, что если… Ты знаешь, это в семье очень сильно помогает. Когда двое ругаются, чтобы не заходить в конструкции, из которых потом невозможно выйти, очень часто полезно просто выдохнуть, замолчать и посмотреть на ситуацию со стороны. А что сейчас на самом деле происходит? Почему мой муж или моя жена сейчас сопротивляются? Почему, когда я даю распоряжение, если мы говорим про бизнес, да, я сейчас не про семью, потому что давать распоряжение в семье – это уже совсем… Таковая уже ситуация. Это уже не про семью. Сложно выйти из такой конструкции. Да, это уже про семью 19 века или 20-го, где паспорт у женщины забирали и давали ей распоряжение. То есть мы уже живем все-таки в другом мире. Так вот, возвращаясь в бизнес-реальность, когда я даю распоряжение, почему человек на меня смотрит и делает все с точностью, да наоборот, да он боится. Он боится вот этого самого красного крючочка, он боится сделать ошибку, и он ее делает. И происходит вот эта ситуация. Вот так всегда. И про подавление эмоций я приведу метафору. Вот представь себе, что эмоции – это машины на МКАДе. Можно ли их остановить? Ну, конечно, попытаться можно. А-а-а, стойте, стойте, стойте. Что происходит? Раздавит. В лучшем случае. Да. И научиться составлять эмоциональную карту своей реальности. А женщины, кстати, очень эмоциональны. Вот это прямо тема очень хорошо женская. И чем больше грани себя эмоциональных мы сможем понять, как я чувствую себя, при каких обстоятельствах, что на меня повлияло, что мне нравится, что мне не нравится. Если мне это не нравится, как я это могу изменить. Понимаешь, это же ведь на самом деле инструмент для того, чтобы жить лучше, жить легче. Для начала нужно с собой договориться. Конечно. Для начала нужно излучить свой внутренний алфавит. Если я гневаюсь, если я радуюсь, то почему? Как одно связано с другим? И стоит вот этих вот одно и другое избегать? Или все-таки проживать и выносить что-то положительное? Вот, проживать и выносить положительное. То есть, когда я смотрю на машины на МКАДе, то есть, и, допустим, это едут только радостные машины, я с удовольствием наслаждаюсь этой картиной. Ну, можно любую метафору привести. То есть, я за водопадом наблюдаю, либо за горной рекой. Но я наблюдаю за этими эмоциями. Я их проживаю. И даже гуляющий по лужам малыш. Да, он не будет вызывать у тебя нервной агрессии. Почему? Посмотрите, нужно задать себе вопрос. Почему я кричу? Почему я так реагирую, когда ребенок бегает и прыгает по лужам? Ну, понятно, потому что мне потом надо будет мыть эти сапожки, мне нужно потом будет стирать эти штаны, а я и так уже устала. Вот. А ключевое здесь не потому, что он прыгает, а потому что ты устала. И нужно себе ответить на вопрос, а что тебя порадует и что тебе нужно изменить в жизни, чтобы ты так не уставала? Чтобы ты научилась строить коммуникацию с мужем и с детьми? Может быть, тебе нужно хотя бы час личного времени и личного пространства, где никого не будет? И люди начинают задавать вопрос, а где же это время, где же это пространство? Товарищи, даже в однокомнатной квартире можно найти такое место. Ванна. И даже час пролежав в ванной с любимой музыкой, книгой, не знаю, чем угодно. Можно даже вот вообще без всего. Можно просто с музыкой. Можно погрузиться в себя, почувствовать свое тело. Я называю эту практику, поговорить с мизинцем правой ноги. Но у нас же есть тело, которое мы не замечаем. И знаешь, как очень многие женщины снижают стрессы и возвращают себе радость? Через еду. Я так не умею. Да, ну вот кто-то умеет, да. Мужчины снижают стрессы, возвращают себе радость через... Да, они сбиваются в такие крупные сообщества. Они могут через спорт это сделать. Это очень быстро. И я встречаю таких, знаешь, бизнесменов, которыми занимаются триатлоном, не понимая того, что они себя еще больше загоняют. То есть они ту же самую стратегию, которую используют в работе, они также используют и в спорте. Они начинают заниматься еще больше, еще сильнее. Думая, да, это снимает какое-то эмоциональное напряжение, но это не решает задачу, это не возвращает радость. То есть люди очень часто думают, что если они будут делать чего-то больше, то они больше этого получат. Нет, к сожалению. Так не работает. Так не работает. Справляемся с эмоциями, учимся с ними жить и в мире, и в гармонии. Да, абсолютно точно. И знаешь, я еще хотела рассказать, что вот представьте себе, когда мы пытаемся подавить эмоции, мы пытаемся их удержать. Чем мы их пытаемся удержать, как ты думаешь? Не знаю. Ну, давай себе представим, что вот у тебя есть карандаш, например, ну, визуально вот здесь лежит где-то на столе. Чем ты его держишь? Рукой. Рукой. А в руке что находится? Пальцы. Мышцы. Пальцы с мышцами, да. То есть ты держишь карандашик рукой и пальцем, ты схватила его. Удерживать эмоции мы способны тоже мышцами. Но отсюда и появляются все зажимы. Конечно. Мы не удерживаем эмоции силой мысли. Почему я говорю, что эмоции нужно отпускать и проживать? То есть почему я говорю о том, что это нужно прям понимать, что со мной сейчас происходит? Потому что если я удерживаю эмоции своими мышцами, то эти мышцы находятся, как правило, где-то очень глубоко. Туда даже не каждый массажист может добраться. И отсюда рождаются психосоматические заболевания. У мужчин, как правило, это проявляется в сжатии сосудов, в проблеме с сердечно-сосудистыми, ну, сердечно-сосудистые заболевания. У женщин это ЖКТ. У женщин есть классный, очень хороший инструмент практически у многих. Женщина с собственным весом часто защищает себя от себя. Да. То есть если есть такая проблема, то женщина просто вышла из собственного тела и, собственно, забыла про свое эмоциональное состояние. Поэтому вывод простой. С эмоциями надо дружить. Нужно составить эмоциональную карту своих эмоциональных состояний и исследовать... Просто их надо влюбить. Конечно. И любить. Как и себя. Что? Да, 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 как и себя. Исследовать, что с чем связано, когда и что на меня влияет, почему я устаю, как я это могу изменить, и взять на себя ответственность такую взрослую. Я взрослый человек, и я могу. Потому что если я не могу, а хочу, то я проживаю жизнь, как маленький ребенок. И требую, чтобы все вокруг делали мне то, что я хочу. А так не работает. Так, к сожалению, возникают конфликты. Ник, спасибо большое за интервью. Будем дружить с нашими эмоциями. Да. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин